здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке я хочу вам показать компонент адаптивной таблицы для joomla причем не просто таблицы а таблицы с гибкими возможностями а самое главное адаптивность то есть другими словами будет хорошо смотреться на мобильных устройствах конечно же таблица мобильная она не будет выглядеть как другие блоки у нас что происходит когда экран маленький у нас например элементы выстраиваются друг за другом вниз в одну колонку таблицу так не выстроить поэтому было сделано вот таким вот образом я накидал временную такую таблицу просто вам показываю сейчас таблица просто не умещается у нас в наш каркас и внизу просто будет появляться вот такой скролл вы видите и вся таблица который не вместилась она будет прокручиваться вот таким образом причем мы можем зафиксировать любую колонку впереди одну две три который мы хотим чтобы всегда было видно вот вы сейчас видите у нас прокручивается именно те которые не зафиксированы таким образом мы не нарушаем каркас нашего сайта потому что все мы знаем что в joomla в редакторе мы можем сделать таблицу но она не адаптивно и она будет была есть вот так вот здесь вот сбоку за пределы так сказать холста за пределы нашего каркаса шаблоны да и будет портить весь дизайн причем вот этот компонент таблицы насколько я знаю он единственный в своем роде я не нашел аналогов не бесплатных не платных единственно вот он один и он платный компонент draft и был он стоит вот сейчас я нахожу на сайте разработчика от 34 долларов кстати это тот же самый разработчик который сделал drop picks drop files это то что мы с вами недавно проходили в бесплатной серии уроков сама тема урока ну не больно большая думаю разобью наверное на два-три урока может быть может быть больше получится я не знаю но сразу вас предупреждаю что сейчас на ютюбе уроки будут выходить скорее всего раз в неделю то есть сейчас запишу а следующий урок по данному расширению будет только через неделю это связано с тем что я сейчас активно записываю новый видеокурс landing page на лету и поэтому я больше занят им но конечно же youtube не охота забрасывать пока я записывал новый курс и раз неделю я буду стараться может быть чаще посмотрим буду делать интересные уроки давайте рассмотрим это расширение на момент запись урок я использую jumla 372 версия последняя версия перехожу в админку jumla давайте установим расширение расширение имеет русский язык причем несколько вариантов можно поставить русский язык от разработчиков или поставить русификацию от русского автора который перевел а не знаю какая лучшая локализация но мне кажется что русификация лучше будет от русского автора я простым движением перетаскиваю из папки компонент вот в эту область установки до jumla устанавливаем как обычное расширение установка успешно завершена сразу можно перетащить русификацию она также в интернете бесплатно можно найти далее мы переходим компоненты draft и balls переходим здесь есть правда как кнопка настройки кликаем по ней здесь перейдем на вкладку трансляцию и вот здесь вот есть install русский язык поставить да ну так как мы русский уже поставили мы видим что у нас тут все на русском языке у нас изменения сохраняются сразу то есть когда мы что-то внесли я считаю не совсем удобно поэтому сразу же здесь настройках я выставлю включить автоматическое сохранение в положении нет тогда у нас появится в правом углу кнопка сохранить после всех изменений мы нажимаем на кнопку сохранить и изменения вступит в силу здесь же мы нажимаем сохранить и закрыть и сразу у нас есть вот такая вот таблица вся настройка все происходит у нас принципе на этой странице значит у нас компоненты да и draft и balls вкладка здесь есть еще вкладочки вот первая таблица кликаем у нас есть разные варианты но я вам сразу хочу сказать может быть это у меня так криво получается они все вот эти вот по дизайну как-то немножко кривовато смотрится и самый вариант только здесь использовать стандартную простую таблицу вот эту все равно мы сможем ее изменить под себя на самом деле здесь все очень гибко у нас настраивается например мы поставили таблицу с чего начать да ну с редактирование ячеек смотреть вот верхняя плашка где у нас a b c d e и вот этот 123 это на сайте не будет выводиться нас редактируются вот эти вот ячейки просто мышкой клику ведь она выделяется и мы каждую ячейку можем по-своему оформить то есть когда я клику ячейку мы всегда обращаемся в правую колонку и например цвет фона ячейки можем задать здесь выставить html ячейки только этой это значит что можем внутрь ячейки вставить например фотографию какую-то картинку давайте пока просто ее вставим на сайт посмотрим как она есть как это вообще все работает у нас принципе изменений никаких нету мы нажимаем сохранить изменения вот на эту кнопочку до дожидаемся пока вот здесь вот будет написано все изменения сохранены далее например просто вставляем ее где-то в статье перехожу материалы перехожу например статью в какую-то свою после установки компонента статьи в редакторе появляется такая вкладка таблицы draft и балл кликаем по ней всплывающему окне мы можем даже редактировать существующую таблицу в данный момент я просто записываю урок в hd 1280 на 720 поэтому здесь у меня неудобно будет редактировать поэтому я буду редактировать самом компоненте сейчас же надо нужно просто вставить это все дело в статью то есть мы кликаем по этой кнопке еще раз смотрите таблицы наши таблицы их может быть не ограничены разные на каждую статью позже об этом поговорим сейчас просто вставим таблицу статью нажимаем здесь кнопку вставить эту таблицу она статье будет выглядеть вот таким вот ярлыком давайте сохранимся и посмотрим как это будет выглядеть на сайте на сайте после обновления страницы посмотрите у нас прекрасная таблица уже простая пока таблица если мы посмотрим в мобильной версии например 360 например пикселей по ширине то сейчас вы видите как она уходит за края да у нас пока она не адаптивная то есть нарушает сейчас весь дизайн это все делается легко в настройках мы до этого дойдем переходим обратно компоненты draft и был и так давайте самое первое что нам нужно заменить данной таблицы все на свое давайте пока в эту колонку 123 мы не трогаем кстати вот я хотел обратить внимание то что вот этот у нас только в админке верхняя плашка bc вот это серая да и вот здесь 123 это у нас все здесь вы видите на сайте не выводится это только нам здесь это нужно первая ячейка два раза левой кнопкой мыши просто кликаем сюда вы видите нас подсвечивается меняем текст на свой и нажимаем enter вы видите у нас все поменял соответственно таким же образом вы меняете все в других ячейках достаточно просто потом смотрите у нас видно колонки не помечены до разделителем только ряды вот такие тоненькие полосочки серые как это разделить просто смотрите левая кнопка мыши кликайте вот здесь в углу если вы везде конечно хотите это сделать зажимаете левую кнопку мыши и просто тяните мышкой и вы видите она подсвечивается все что вы вот утянули вот я сейчас тяну такой синий рамочкой и синим фоном я хочу выделить всю таблицу вот я и выделяю обращаемся в правую сторону и вот здесь у нас видите есть а граница и вот такие иконочки выбираем например по всем фронтам вот эта иконка обратите внимание на таблицу что она у нас теперь вся имеет то есть каждая ячейка имеет рамки то же самое например можем сделать с одной какой-то ячейкой раз уж начали говорить про рамки давайте про рамки и продолжим например вот этот ячейка тест смотрим на границу мы ее выделили значит работа будет происходить только с ней границы мы можем выбрать смотрите пунктирная штрих пунктирная и без границы да давайте пока здесь ничего не трогаем просто попробуем поменять цвет он как раз таки здесь ниже выбираем цвет например красный просто ползунок уводим здесь по цвету вот здесь по плюсику это толщина рамки делаем 3 пикселя или можно по минусу обратно убрать и например делаем вот этот квадратик вот такой кликом по квадратику обратите внимание у нас ячейка будет красная давайте посмотрим как это будет выглядеть на сайте нажимаем на кнопку сохранить идем на сайт обновляем страницу и у нас прекрасным образом смотрите эта ячейка будет всегда таким цветом то есть это очень очень качественный и крутой компонент на самом деле теперь давайте попробуем эту ячейку из еще раз изменить выделяем эту ячейку кликаем по тому же квадратику у нас сбросил все видите да выделяем опять эту ячейку делаем цвет например темно-синий пунктирный два пикселя и пускай будет только с одного края кликаем вот по этой иконочке и вы видите вот здесь вот только с краю такая синяя пунктирная получается рамочка если мы кликнем еще раз по этой ячейке возьмем вот этот квадратик вы видите вся ячейка становится пунктирно синий рамочкой и в два пикселя а также выделяем ячейку вот здесь вот цвет белый мы можем спокойно поменять цвет например на светло-желтый как-то выделив только эту ячейку да здесь уже понятно как это работает можем просто например даже выделить вот так всю колонку или просто кликнуть вот по c вы видите когда кликаем по верхним этим блоком подсвечивается сразу вся колонка или кликнуть 3 4 5 то посвечивается а ряд что мы можем сделать например кликаем по c подсвечивается вся колонка мы делаем цвет например такой оранжевый немножко сейчас мы пока это не видим дальше граница пускай будет сплошная будет по всем фронтам и цвет ну пускай красный кликаем пустом месте вы видите да что происходит как все у нас четко работает сохраняемся идем на сайт обновляемся и вы видите у нас все очень хорошо красиво получается на этом уроке давайте поставим паузу и продолжим в следующем возможно будет это на следующей неделе может быть завтра посмотрим как я буду успевать если вам понравилось это видео ставьте лайк мне будет приятно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые крутые ролики подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании на этом здесь все и пока пока если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь далее м далее Субтитры создавал DimaTorzok